Всем привет, мои маленькие любители барабанизма И сегодня мы поговорим о том, что носят барабанщики на своих ногах Как это влияет на игру И как быть барабанщику, который не знает, что ему обуть А может быть вообще ничего не обувать А перед тем, как начнется ролик, обязательно поставь мальчик в этом видео Подпишись на канал, скинь видео другу Поставь колокольчик и напиши в комментариях, что-нибудь плохое или хорошее Или что у тебя на душе Поделись с коллегами Все прочитают и тебе ответят И если ты предложишь классную тему для ролика То этот ролик обязательно будет снят и выложен здесь же И ты его посмотришь и закайфуешь Как известно, барабанщики могут играть в обуви Могут играть в носках Ну, а в первом пункте можно расписать, что там могут быть кеды Сланцы, тапочки, сапоги, валенки, галоши и что угодно Туфли Мы сегодня будем говорить только о тех типах обуви Которых играл я Соответственно, про женскую обувь сразу все отмытается Типа, можно дальше вам не смотреть Если вам такая была нужна информация Там, типа, можете посмотреть инстабарабанщицы Там есть девчонки, которые Типа, можете посмотреть инстабарабанщицы Они как бы играют И у них каблуки И они играют в обуви на каблуках И в драмео там можете посмотреть Это понятно, что это для красоты все И типа, блин, короче Ну, в Sky играют Наверное, они за всю жизнь уже привыкли там все терпеть На самом деле, это все, конечно, скорее всего, нифига неудобно Вот, ну, это их дело Есть вообще еще разные прикольные каналы На которых были ролики похожие на такую тематику И поэтому боюсь, что, возможно, я буду там что-то повторять Не повторять, я не знаю Но я думаю, что я буду этот ролик строить таким образом Что я не буду прикреплять какие-то картинки Я буду только болтать Только рассказывать про личный мой опыт Потому что про другое я ничего особо рассказать не могу Могу только предполагать Ну, я, наверное, еще расскажу про барабанщиков Некоторых, которых вы все знаете И просто в интервью они делились, типа, своим опытом И я эти интервью смотрел Дофига всяких интервью Было очень много времени И поэтому все это я расскажу Чтобы вам много времени не тратить на просмотр этого контента Обычно, когда все приходят То либо они на репточке перебываются в тапочке Либо берут с собой сменку И, как правило, это какие-нибудь кеды, кроссовки И если вы играете в тапочках То, естественно, вы сразу сталкиваетесь с тем Что если тапочки, допустим, чуть побольше У вас цепление плохое Тогда там ваша тапочка отклеивается от вашей ноги И уже там, короче, ощущения странные мешают Еще в зависимости от педали у вас может нога скользить А может, если педали блеста, не скользить И, короче, там все это создает мощный И такой даже ненужный комплекс ощущений И в которых очень сложно начинающему барабанщику разобраться Он еще до конца даже не понимает Начинающий барабанщик, как там что делать А тут еще всякие лишние штуки мешают Тапочки там всякие, кроссовки И, возможно, что я бы посоветовал Лучше играть без обуви Ну, в носках Если вам жалко ваши носки Можете купить себе специально для этого какие-то носки Можете одевать вторые носки Там третьи носки Можете запасные носить Короче, как хотите делайте Но вот вам, скорее всего, будет удобнее так Потому что у вас будет кожа ноги В любом случае больше чувствовать именно саму педаль И что она делает И вам ногой будет Вашей ноге будет проще реагировать быстрее на то, что делает педаль Особенно если вы уже там подзатянули пружину И у вас колотушка там быстро раскачивается Из-за того, что пружина натянутая И вам надо, чтобы нога очень быстро напрягалась, расслаблялась Ну, короче, вы уже смотрели ролики про ноги И вы так знаете И поэтому играть без обуви Это лучше подольше играть без обуви Потому что потом в обуви будет играть легче Если вы играете постоянно без обуви И вы такой человек, который обязательно Вот если он что-то привык одно делать И все время потом собирается думать Что я всю жизнь буду, короче, без обуви играть То как бы это тоже, может быть, имеет право на существование Может быть, даже так правильно делать Я не знаю Но мне кажется, что лучше быть готовым к разным ситуациям Потому что, допустим, может идти дождь в концерте И вы будете без обуви И у вас ноги начнут скользить там лишние Если вода попадет Вот, если вы не играли на таких концертах То это не значит, что вы никогда не будете на таких концертах играть Вот, и когда-нибудь, короче, вам придется понять Что надо перепробовать запасные варианты Носками, с обувью И поэтому лучше попробовать Если вы никогда не пробовали играть в обуви Какой-нибудь удобный для вас Очень многие барабайщики советуют за кеды Там еще что-то Ну, типа, это норм Вот это очень удобно Есть, ну, такие кеды Обычные, беговые там У которых тонкая подошва И там, в принципе, лучше будет сцепление с педалью И можете какие-то видосы от Джумейра посмотреть И вы поймете про кеды Я говорю Потому что картинки прикреплять, как я уже говорил, не буду Ты будет чисто разговор на видео Дальше Если вы помните такого барабанщика из группы Begiemot Inferno Такая, типа, там, Black Death Metal группа Или, допустим, барабанщика из группы Mayhem Или, ну, неважно Короче, вот эти два барабанщика такие все крутые Там Вот, и, ну, у них, они на сцене же играют на барабанах Но они, в том числе, как бы часть группы То есть, они артисты в каком-то смысле И они должны одеваться так, чтобы всем нравилось шоу Типа, вот они делают шоу Они трясут бошками Там у них цепи татухи Кентухи, братухи Там, Корпс Пейнт Злые лица И есть костюмы И есть сапоги Платформы, как элементы этого костюма И сапоги из толстой подошвы Это уже обувь Которая уже будет немножко по-другому все чувствоваться Потому что они тяжеленькие Они в любом случае тяжелее Чисто физически, чем ваши кеды или носки И они будут вам в этом смысле немножко облегчать задачу Чтобы продавить педаль Ну, продавить будет легче А в смысле того, как вы чувствуете То вам надо будет уже Если вы никогда в такой обуви не играли Привыкать и подстраиваться И поэтому лучше делать это заранее Если вам надо будет там в каком-то таком шоу Работать и участвовать Как бы вот так А если вы играете какую-то быструю Штуку То как бы есть барабанщики Которые играют либо без обуви Либо есть барабанщики типа Инферно и Хеллхаммера Которые играют в обуви с толстой подошвей Тяжелой И как бы всем и тем барабанщикам ок И этим ок Но мне кажется, что у тех барабанщиков Которые играют без обуви Конечно, у них больше уверенности Все больше контроля Потому что как бы там Ну, они все время вот так тренировались Они еще хорошо чувствуют педали Но они, скорее всего, играют что-то сверхбыстрое Больше 240-250-280 BPM Поэтому им надо за каждый удар вообще там отвечать Прям очень сильно Много всего там Надо за все следить И ну и лучше, чтобы там все очень хорошо чувствовалось Так что, поэтому, мне кажется, не сделать такой выбор Камера перегрелась Однако, если вам не требуется играть супер какие-то сложные паттерны И использовать какие-то сложные приемы игры И приемы для сверхскоростной игры на бас-барабане Тогда вам с какого-то момента, когда вы тренируетесь, тренируетесь, тренируетесь Играли без обуви в обуви Там вам какие-то простые штуки становятся без разницы, как обуви играть Потому что у вас уже все натренировано, мышечная память Вы там все правильно тренировались У вас точки опоры все хорошие Вы там и по хату считаете И в сильную, и слабые восьмыми там И в бочку ведете И двойки у вас все дотренированы нормально Когда все отработано Тогда, в принципе, как бы особо большой разницы нет Единственное, что если у вас педали скользкие Тогда вам может быть какой-то обуви, которая слишком что-то там не так делает В зависимости от техники, которую вы используете Если она слишком сильно скользит Ну, типа, может вам иметь смысл какую-то другую обувь С поля такой ребристой подошвы приобрести, что ли Или, допустим, если вы играете в носках То, ну, они у вас будут скользить И, там, допустим, стирать надпись или что-нибудь такое Или, допустим, если вы будете играть без носок Тогда там много будет потеть и пот будет разъедать все Там ваша педаль прожареет и развалится, рассыпется там, я не знаю Какие у вас есть страхи, фобии Тогда вам просто надо попробовать Одеть носки, одеть там обычную обувь какую-нибудь Главное, что в любом случае, если вы будете работать в каком-то коллективе Шоу, там, кавер, там, неважно Там надо, чтобы все было красиво И вообще, в принципе, чтобы все выглядело круто И там надо будет одевать, обувать Обувать, набувать, обувать Обувь, набувать, да, по-любому Набувать обувь, которая нужна для вашего шоу И, допустим, когда я играю в кавер-группе То есть такие сейшны, где можно мне одеть вот эти кроссовки Дешевые копии Air Max Короче, такой подошвы, пенистый, побольше Потолще И в них, типа, ходить удобно Ну, там, может, с педали не такое крутое ощущение Но, в принципе, мне удобно И мне без разницы, типа, особо в чем играть Главное, что ноге в них удобно Это важно сейчас А на свадьбах, типа, где мы играем, допустим В классических костюмах каких-то тогда Там для образа используются туфли лаковые И у меня лично туфли я приобрел Которые, типа, как кто-то мне говорил Они как у полицейских, типа, там В Америке такие, типа, туфли С тупым носом таким полукруглым И они, как бы, прикольные И смотрятся они круто Но ходить в них долго неудобно И играть в них тоже Какие-то штуки с какого-то момента становится неудобно Потому что, ну, в принципе, у них ни ноги неудобно Вот, хотя, типа, я там и по размеру подбирал Все такое Но, тем не менее Столкнулся с такими трудностями Потому что есть обувь, которая просто Вот чуть-чуть походить удобно Есть обувь, которая будет вам удобна Даже если вы будете три часа в ней ходить Вот Поэтому я бы на вашем месте подбирал Максимально Максимально обувь себе По размеру Чтобы там не надо было Может, чуть-чуть Бывает на размер больше Там, не знаю, там, вы шарите Уже не шарите Сами смотреть Чтобы, короче Ну, это, допустим, если вы с Алика Покупаете, чтобы там не на колодце Чтобы у вас все плотно все облегало Как бы, с одной стороны С другой стороны, чтобы не давило А вообще, при игре, когда вы играете У вас нога там сдвигается И, типа, у вас в любом случае Какой-то, может быть, палец будет это давить И будет там напряжение Короче И поиграете, поймете Вот Дело в том, что Когда вы репетируете Вы порепетировали два часа И все А если вы играете на каком-нибудь мероприятии И у вас, допустим, четыре блока По двадцать, по тридцать минут И между ними еще есть перерывы То четыре блока по двадцать минут Это уже полтора часа И плюс между ними перерывы Бывают большие В зависимости от того, как ведущий ведет мероприятие И все это может затянуться И вам в этих туфлях Не очень удобных И придется ходить И играть довольно долго И тогда будет очень кайфово, когда вы играли, играли, пришли, сняли и такие Но так не всегда есть возможность сделать Поэтому надо планировать стараться это заранее Как в принципе и все остальное А так, самый главный тезис, который я хочу донести Это что решает все равно так же, как когда рекламируют какую-то педаль И какой-то прям честный хороший барабанщик приходит Он всегда вам расскажет, что да, педаль хорошая, здесь новый подшипник Здесь новый дизайн, новый то, новый сё Но самое главное это ваши ноги И как вы их используете Техника, жопа-часы, попа-часы, тренировка и мастерство Техника, телегранность Если вы все правильно делаете и у вас уже это все не на уровне Один раз сыграл так, один раз сыграл так А на уровне, что ты ночью просыпаешься, тебе говорят сыграй Ты сыграл и все сразу круто и еще деньги дают Тогда вам почти без разницы, в какой бы вы играть Могут быть единственные проблемы, если есть какая-то техника, которая у вас недотренирована Или прям реально вот там Вы хотите сыграть там что-нибудь, а получается слайд Потому что просто все скользит И вам придется играть слайдом Что не всегда удобно Потому что не все барабанщики любят эту технику Поэтому подбирайте себе обувь для вашей техники, для вашего стиля игры Если вы играете как, допустим, Евгений Новиков или Владимир Ударнов То, наверное, вам можно использовать метод игры без обуви А в носках или без носок Но, наверное, лучше в носках Если вы играете слайдом двойки То вам нужна педаль, которая не сильно цепляется И какие-нибудь кеды, не супер ребристые подошвы И тогда все будет классно скользить И не будет лишнего скольжения, будет какой-то контроль Если ваши ноги хотят не супер дофига напрягаться Допустим, когда у вас интенсивная работа И, допустим, вы играете даже если с триггером То вы все равно играете и там пробиваете бочки и все такое И вам надо долго играть То, возможно, вам надо, а может быть, вам даже для стиля игры больше подойдет Купить какие-нибудь ботинки или такие сапоги ковбойские Там, я не знаю, с подошвы Если играете с кавер-группой Возможно, вам надо потренироваться играть в туфлях Потому что это нормально для музыкантов в кавер-группе Работать в туфлях, чтобы потом ходить И, типа, было видно, что все музыканты красивые Чтобы не было такого, что все в туфлях А только барабанщик в каких-то кедах там ходит Потому что он какой-то слайд там, ну, хочет играть Типа, всем без разницы, блин Кавер-группу покупают не потому, что там барабанщик слайд играет Потому что они красивые, играют классные песни И вокалист классно поет Если вы играете на реп-точке То, чтобы на реп-точке сильно не воняло Возможно, вам надо использовать кроссовки Смена обувь, дезодоранты Еще почаще мойтесь Следите за дыханием Идите за своими ногами Не ломайте ваши ноги Не прыгайте по лестницам через 10 ступенек Потому что можно поскользнуться И тогда уже вы пойдете в отпуск Не оплачивая Потому что у вас сломается что-нибудь там Вот У меня, кстати, ученик недавно сломал на левой руке палец Поэтому это левическое отступление А за сим я откланяюсь Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Играйте в удобной обуви Играйте быстро Играйте медленно Но главное, играйте хорошо И до скорых встреч Пока-пока Лайк Подписка Колокольчик Запись на занятия Ты же хочешь записаться Спрашиваешь каждый раз Давай уже Личка ВК Директ или по телефону Жду сигнала